Добрый день, с вами журнал Melon Rich и мы продолжаем вас радовать новостями фэшн индустрии. На этот раз мы с вами приехали на показ Mercedes-Benz Fashion Week дизайнерского квантета Contour Fashion. Чем удивят на этот раз нас дизайнеры? Посмотрим! Поздравляем вас с выходом новой коллекции. Расскажите, пожалуйста, почему именно детская линия? Не было никогда идеи создать что-то для мужчин, для женщин? Это наша первая детская линия, так сказать, и вторая совместная работа только. До этого мы работали только над женской и мужской одеждой, поэтому это, скажем так, для нас впервые. А чем вы вдохновлялись? Сказками, шоу цирка Дю Солей. На самом деле, что такое дети? Это какая-то вера, легкость, возможно, наивность, но при этом загадочность, потому что не каждый знает, что творится в голове у ребенка. Вот это все, и мы хотели передать, чтобы взрослые тоже не переставали мечтать и оставаться детьми. Основные ткани какие использовали? Потому что люди стараются для идей покупать все самое лучшее. А вы чем руководствовались? В принципе, идея та же, то есть, топорча, шелк, ну, ткани достаточно барочные, да, чтобы это выглядело более богато и сказочно. Вот, то есть, да, шелка, шифон. Я Юлия Корченкова, Маргарита Быковская, специально для Mellon Rich. Поздравляем вас с выходом новой коллекции. Расскажите о названии, о том, какую основную идею она собой несла, ну, и в целом о своих впечатлениях о Mercedes-Benz Fashion Week. Спасибо большое. Коллекция называется «Осень-зима 2014». Я ее шила за месяц перед показом, сама вот, поэтому название еще не придумала, не успела, вчера все дошивала. Вот, общее впечатление, офигительное, очень понравилось, очень много посетимых людей, все такие хорошие. Как вы думаете, вот, если я одену вашу вещь, куда я смогу пойти так, чтобы впечатлить? Ну, просто можно ходить мне по улице. Дизайнер сидельника Екатерина, марки Lollipay, специально для журнала Mellon Rich. Поздравляем вас с выходом новой коллекции. Расскажите, что вы представляли перед собой, прежде чем ее создавали? Я очень люблю архитектуру. Я взяла готическую архитектуру, и я очень люблю вот эти окна, которые витражи, и я постаралась полностью ее воплотить в этой коллекции. Вот эту готику, готику с той стороны, как я вижу. Какие ткани в основном преобладали в коллекции? Это шифон, трикотаж и, в принципе, такая ткань. Ну, это не ткань, это утеплитель для стен. Я витраж делала полностью с него. Екатерина Васильевна, специально для Mellon Rich. Расскажите, пожалуйста, о новой коллекции, о том, что вас вдохновляло на нее. Коллекция вдохновлялась в Азию. Я путешествовал 7 месяцев в Азии. И почему-то мне навели какие-то цветы, меха. Я использую, кстати, искусственные меха, потому что я очень люблю животных. Хотя и наши натуральные меха, но я использовал в своей коллекции искусственные меха. Очень интересно, что у вас и мужская линия, и женская, и детская. Как пришло в голову создать все три направления? Вы знаете, я могу вам открыть секрет, что у меня еще есть коллекция одежды для животных. Но, к сожалению, организаторы Мэшдэс Бэнс Вашин Вик не разрешили мне выпустить животных. Поэтому я выпустил только своих мальчиков, девочек и детей. Я привык создавать одежду для всех. Я не могу себя определить к мужскому, либо к женскому, либо к дизайнеру. Я люблю создавать для всех. Если мне что-то попадет в голову, значит, это должны носить все. Как вы думаете, надев один из ваших нарядов, куда можно отправиться? На самом деле, это будет все по настроению. Это все будет зависеть от внутреннего состояния человека. Захочет он пойти на какое-то фашнее мероприятие, окей. Если он захочет прогуляться по пляжу Ниццы, без проблем. Если захочет просто походить по дому, удачи ему. Субтитры сделал DimaTorzok Гера Скандал, специально для Мелон Рич. Поздравляем вас с выходом новой коллекции. Расскажите, что вас вдохновило, почему именно такие сочетания, почему именно такие цвета? Меня вдохновили люди, которые все это показывали, конечно же. Потому что весь этот показ был основан на них, на самих моделях. Это очень красивые, молодые, умные, широкоплечие спортсмены, которые занимаются с удовольствием своим делом и показывают какие-то нереальные результаты. Именно поэтому костюмы также получились нереальными, нечто неземными какими-то. А вы сама по что-то носите из своей коллекции? Возможно, у вас есть любимая вещь? Ну да, я часто шью себе сама, потому что с моими формами сложно одеваться в магазине. У меня очень все маленькое. В детском мире немного не те модели. Поэтому, конечно же, есть. Конечно же, я шью и не только себе, еще и людям. И вроде бы нравится. С вами Тай Додина, специально для Мелон Рич. Мелон Рич. Поздравляю вас с очередным успешным проектом. И расскажите, пожалуйста, немного о истории. Кто чем занимается, как пришла эта мысль вообще создавать такую контрреволюционное движение в моде. Откуда это вообще? Собственно, давайте начнем с того, что я всех представлю. Это Александр Райко. Он административный директор. Он занимается сайтом. Александр Балов. Дизайнер проекта. Самая большая умница среди нас четверых. Это, конечно, Алена Ромашкина. Наш пиар-директор. И я Михаил, руководитель проекта. Появилась идея просто делать показы, без какой-либо концепции, без какой-то конкретики. Мы решили после этого собраться прям серьезно и сделать из этого некий продукт целостный, органичный, качественный, креативный. Вы отвечаете за дизайн, за какие-то там вдохновляющиеся частицы. Что именно вас подвигло на такие необычные идеи? Откуда вы черпаете вдохновение? Ну, во-первых, я смотрю разные коллекции авангардных дизайнеров, различные работы художников, которые в необычной технике работают. И своими иллюстрациями я хочу подчеркнуть именно саму идею проекта. Это необычность, это то, что стирает рамки какого-то обычного восприятия моды. И своими вот этими каплями, так скажем, как я их называю, взрывами на картинках я вот этой ими почерплю, то есть это непостоянность, взрыв эмоций, взрыв творчества. Вот я хотела обратиться к вам. У вас такая более административная часть работы. Глядя на показы, рассматривая коллекции, что бы вам, наверное, хотелось бы носить самому? К счастью, наверное, вся наша коллекция, мы стараемся подбирать неносибельные, вот так сказать, неповседневные. И, конечно, ни в одной из тех одеяний, которые там у нас представлены, трудно себе я представляю. На самом деле я сторонник удобной одежды, то есть по максимуму. И самая простая, самая удобная. Джинсы, фурболка, все, это мое простое и легкое. Проект «Контерфэшн» специально для Мэлэн Рич. Вот такими необычными для нас сегодня были показы проекта «Контерфэшн». Человеческая фантазия, как мы с мной убедились, не имеет никаких границ. Что мы увидим в следующий раз, остается лишь только догадываться. Кристина Хачтурова и Юлия Деркач специально для Мэлэн Рич.